И еще один репортаж на тему образования. Накануне нового учебного года по традиции прошла августовская педагогическая конференция. Именно на ней были подведены итоги работы и обсуждены планы на будущее. И сейчас, когда в нашей стране и в обществе многое меняется, сфера образования не может оставаться в стороне. Славянские педагоги намерены и дальше поддерживать его высокий уровень. Для участия в этом важном мероприятии были приглашены руководители образовательных учреждений, учителя и воспитатели, тренеры, представители родительской общественности, ветераны педагогического труда, главы поселений, депутаты. Участники конференции посетили выставку достижений образовательных организаций района, которая была развернута в фойе 12-й школы. Там они познакомились с реализуемыми проектами. С большим интересом осмотрели выставки, где была ярко представлена тема патриотизма. Все еще раз увидели, что юных талантов в муниципалитете немало и им есть что показать. Глава Славянского района Роман Сенеговский обратился к собравшимся в зале с приветственным словом. Он подчеркнул большое значение отрасли, где в образовательных учреждениях работают квалифицированные сотрудники, которые воспитывают одаренных учащихся. Сфера образования района в числе 12 лучших в крае. Все учителя, и директора, и воспитатели, и родители, и, наверное, главы поселений, буквально все-все, ветераны отрасли. Наверное, мы не растеряли то, что нужно было. Где-то сохранили, где-то приумножили. Роман Сенеговский поблагодарил всех за плодотворную работу, отметил, что удалось сделать очень много в плане улучшения материально-технической базы, школ. Проводятся их серьезные ремонты, и педагоги стараются обеспечить высокий уровень образования. В целом, конечно же, большое спасибо. Я считаю, что это достойные цифры и показатели. Спасибо за совместную правильную и выставленную работу вместе со всеми отраслями дополнительного образования и спорта, как я уже сказал. Каждый свою лепту носит. С новым учебным наступающим годом. Успехов, удачи, крепкого здоровья, любви, радости. Впереди интересные задачи, они по плечу педагогам. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко сказал, что далеко не случайно нынешний год объявлен годом педагога и наставника, поскольку именно профессия учителя является одной из самых ответственных и уважаемых. Именно об этом мы сегодня будем говорить и от учителя. Многое зависит, в том числе и от формирования мировоззрения нашего гражданина. И наша страна действительно столкнулась с серьезными беспрецедентными вызовами. Мы успешно с ними справляемся. И система образования очень серьезно помогает в этом отношении, потому что историческая миссия современной системы образования, она всегда состояла в воспитании гражданства и патриотизма. Ответственности за свою страну и эту работу мы будем продолжать. Педагоги решают государственные задачи, просвещая и формируя современную молодежь. Предстоящий год будет интересным и непростым. Это время серьезных изменений в системе образования. Большое внимание уделяется преподаванию истории, где более подробно будут освещаться сражения Великой Отечественной войны, а также важные события последнего десятилетия. Куда бы ты не поехал на Камчатку или на Кубань, у тебя будет один учебник, одна программа, и ты не будешь пытаться там где-то перестраиваться, выбирать свои форматы для обучения. В новых образовательных стандартах прописаны не только предметные, но и личностные результаты обучения. И единая рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы, они тоже будут утверждены на федеральном уровне. И, конечно, мы будем также в этом отношении не барахтаться кому-куда, как говорится, показал опыт, ветер и знания, а будем работать в одном едином режиме. С 1 сентября по четвергам у нас во всех образовательных организациях 6 по 11 класс будет обязательно занятие профориентации для учеников. С обстоятельным докладом выступила начальник управления образования Славянского района Елена Щурова. Она сказала, что образование справилось со всеми трудностями в прошедшем году и показало уверенное развитие. Умение работать в любых условиях и добиваться результатов дорогого стоит. С одной стороны, для нас это всегда вызов, проверка нашей команды управленческой на прочность. Но, с другой стороны, мы в подобных ситуациях ищем новые пути, решения, выходы, потом используем их в работе. И даже радуемся, что такая ситуация была, потому что мы научились чему-то новому, уважаемый город. Но, учитывая, что мы с вами являемся не только наблюдателями, но и участниками тех революционных изменений, которые проходят сейчас в области образования, мы сегодня говорим уже с вами о тех нововведениях, Виталий Иванович уже хорошо вам их открыл. Но, безусловно, хочется провести анализ, чтобы вы, уважаемые коллеги, сегодня себя увидели на слайдах, по каким показателям мы с вами в будущем году будем работать более усиленно. Елена Щурова поблагодарила педагогов за успешное проведение государственной итоговой аттестации, отметив, что успокаиваться пока рано, есть еще резервы для улучшения. Для уверенной работы отрасли необходим приток молодых специалистов. В этом плане есть перемены к лучшему. Весьма хорошая ситуация у нас, наконец-то, по молодым педагогам. На нашей статистике ежегодно у нас педагоги приходили в отрасль, но до конца учебного года не ведешь, а мы не переходим. В этом году стопроцентный показатель усиленности впервые, 30 пришло, 30 осталось. Это тоже похвальный результат работы руководящего состава. Тоже стоит поаплодировать. Есть молодого взрыва в системе любого образования, дошкольного, общего дополнительного, просто невозможно. В этом году у нас тоже их 30, но это не только общее образование при воспитательной системе, но только образование на сегодня всех. Увидим в конце нашего мероприятия. Но это та молодая, свежая струляк, которая готова работать и для того, чтобы они работали долго-долго. На педагогической конференции состоялся открытый профессиональный разговор, в ходе которого собравшиеся искали пути дальнейшего улучшения работы и механизмы решения проблем. Обсуждались актуальные вопросы воспитания и развития детей, сопровождение профессионального самоопределения обучающихся, развитие образовательного пространства, реализации наставничества и профессионального развития педагогов. Ждешь чего-то нового, какие-то новые изменения в учебном году будут. Конечно, это анализ прошедшей работы. Хочется, чтобы в будущем году все получалось, и что все, что будет намечено на конференции, все, что бы случилось. Ну и, конечно же, для педагогов это вот как отправная точка. Я думаю, мы сегодня получим заряд бодрости на весь год. Наставничество – очень важное направление, когда опытные педагоги передают свой бесценный опыт молодым учителям. Педагогическая конференция дает импульс для развития всем участникам, какой бы стаж работы у них не был. Я считаю, что такие конференции очень важны, особенно для молодых педагогов, так как я могу принять опыт старших педагогов и обучить детей. То есть сейчас у нас школы и вообще, в принципе, образование очень развивается с каждым годом. И, получая информацию на таких конференциях, я могу ее передать детям и обучить их всему новому. Каждый год у нас проходят 1 сентября классные часы, которые связаны с нашей Родиной, патриотизмом. Потому что это самое главное, что нужно воспитывать в наших детях. Мы живем в богатом государственном крае Кубань. Мы должны ее любить, знать. Мы должны все делать для того, чтобы наш край процветал, а также процветала вся наша большая страна – Россия. В завершение конференции было организовано награждение благодарственными письмами педагогов и руководителей образовательных организаций. Собравшиеся горячо аплодировали своим коллегам. Августовская педагогическая конференция – это начало координат новых дел в образовании, старт надежд и свершений, которые, конечно же, будут у замечательных учителей Славянского района. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».